Всем привет! Я рада вас снова приветствовать на моем канале. Спасибо, что смотрите видео. И сегодня я буду делать быстрый скетч вот таких вот шишечек. У меня здесь уже поставлена постановка, ну, понимаешь, что это автология. В общем, я уже выложила вот тут перед собой шишки, чтобы они красиво были закомпонованы, и я меньше тратила там поисков и сил во время скетчинга. Вот. Ну, я вам показываю, что вот такого вот плана, такие вот малышки у меня лежат передо мной. Буду я рисовать таким вот тоненьким линером для как бы нанесения первого рисунка. То есть, если я где-то ошибусь чуть-чуть за счет того, что тонкая линия, я не буду сильно нажимать. Ее, может быть, не будет потом так сильно видно, и за нее глаз не будет цепляться. И мне потом поможет вот такой вот линер. Это даже ручка от фирмы Рустер. Мне они очень нравятся, особенно тем, что они не размываются водой. Вот. И, по-моему, вот у меня был какой-то линер, что он такой аж голубоватый оттенок давал. В общем, мне это не нравилось. Мне нравятся эти линеры, как они работают с бумагой, как они на нее кладутся. То есть, штрих такой очень приятный и линия. Ну что, приступим. Ну, первым делом, конечно, я когда смотрю на лист, я должна сразу немножечко представить, где что у меня будет располагаться. Хотя бы так, особенно если предмет не один, если их несколько. А здесь у меня целых восемь шишечек. Вот. Пусть они даже небольшие. Ну, я так сейчас прикидываю, где. Ага, вот это у меня не поместится. Значит, нужно с этих, с самой верхней точки начинать. Вот они будут здесь. Видите, то есть, я так намечаю, совсем как бы такие вот тонкие линьки, они даже с фактурой бумаги немножечко сливаются. То есть, не очень сильно читаются. Но главное, что, когда я буду там строить, я буду знать, где мне что искать, на что ориентироваться. Вот. И эти тогда тут. И смотрите, кстати, всем даю совет. Этот же совет есть у меня в книге и в моем полезном умном скетчбуке. Я советую всем рассуждать вслух. Потому что, таким образом, это вам даст возможность не запутаться, не совершить ошибку. Конечно, ошибки мы будем с вами допускать, там, может быть, небольшие. Однозначно, все их делают, там, профессионалы в том числе. Но вы уменьшаете количество этих ошибок. Ну, вот прям в разы. Поэтому говорите вслух. Обязательно. То есть, если у художника проносятся вообще очень-очень много мыслей во время рисования, у него проносятся все в голове. А у новичков, как показала практика, вот еще не работает вот это вот... Как бы нельзя сказать, да, что мозги не работают. Нет, они работают, но просто глаз цепляется не за то, начинают мысли куда-то уходить. И, в следствии, рисунок немного тоже теряется и уходит в другое русло. Поэтому нужно повторять. Говорить, вот, допустим, я сейчас рисую. Я все время думаю, какого бы мне размера. Главное, чтобы вот эта шишка, которую я сейчас рисую. Заметьте, я рисую ее, работаю не от принципа, от большого к малому. То есть, я сразу начинаю с фрагмента рисовать. И вот если так делать, то вообще очень велика вероятность, во-первых, разрушить рисунок. Оно может у меня не гармонично... Ну, как бы вообще он будет такой поломанный в итоге. То есть, шишка перестанет быть шишкой. Или кривой какой-то, да, которые там потоптались чуть-чуть, как вариант. Вот. То есть, все только потому, что я уже иду не от этого. Не используюсь этим способом, да, от большого к малому. Поэтому я должна быть предельно вообще максимально точна, где какой вот этот лепесточек, если можно так назвать, да, где какая часть шишки идет, где она находится относительно другой. Потому что я... Плюс я работаю ручкой, и исправить ничего не смогу. Вот. Но, знаете, как художники, это такие люди, которые... Мы можем... Я говорила, что, да, мы допускаем ошибки тоже. Но мы можем сделать так, чтобы их никто не увидел. Ну, или не обратил на них внимания. То есть, увидел, может быть, но потом. В общем, мне нужно очень-очень внимательно следить вообще за рисунком, за общим состоянием. То есть, попадаю я в рисунок работы или нет. И поэтому я могу, кстати, иногда чуть-чуть замолкать. Потому что мне нужно сосредоточиться на работе. Это, знаете, как говорить во время вождения автомобиля. Ничем хорошим это может не закончиться. И, кстати, по этому поводу хотела тоже сказать по поводу своих учеников. Потому что, когда мы, бывает, уже ходят ко мне, мы общаемся на какие-то темы. И вот когда ученик очень сильно или ученица, да, отвлекается там и уходит в разговор, сразу же пошли, знаете, такие ошибки, которые они, в принципе, бы не допустили, если бы не болтали. А все дело в простом. Может, мало кто из нас, Юлия Цезарь, может делать несколько дел одновременно. То есть, наш мозг может делать что-то одно. Как говорила учительница по психологии в университете, что только маршрутчики наши они могут 10 дел одновременно делать. То есть, если у вас какие-то вещи на автомате, конечно, да. Да, но, честно, вот советую говорить вслух можно, а разговаривать с кем-то нет. Нельзя говорить. То есть, что вы должны делать? Рассуждать. Даже не столько говорить вслух, сколько рассуждать вслух. Стараюсь, кстати, штриховать, как бы, по мере, по движению роста. То есть, если там вот есть какие-то, да, такие вот. И плюс, смотрите, сейчас не столько стараюсь там суперидеально попасть, сделать свет тень. Мне просто нужно, чтобы при штриховке, потому что шишка сама-то по себе темная, нужно, чтобы читались эти чешуйки, ее лепестки. Обязательно. То есть, ну да, без этого-то как-то и она, собственно, и пропадет. Поэтому сейчас моя главная задача – это именно сделать так, проштриховать, чтобы не нарушить рисунок, чтобы все вот читались мои. И что тут вижу? Вот я к внутренней части, да, я делаю затемнение. А к внешней, вот здесь у меня там как раз падает свет яркий. И здесь у меня идет как бы светлее. Я не дохожу до границы лепесточка. Вот, у некоторых прям вообще так хорошо отчитается. Кстати, вот я не знаю, вводить сюда белую ручку или нет. Изначально хотела не вводить. Но таким же способом вы можете, к примеру, наметить линейно, как я сделала сейчас. И потом поделать такие вот ударчики света, чтобы сразу вот отделить, да, то есть вот этот вот свет показать. Во-первых, вы на него дальше не зайдете, не заштрихуете его. Если заштрихуете, то повторно сможет этот свет работать. Ну, то есть эти ваши чешуйки, рисуночек не потеряются. То есть такая тоже можно хитрить. Никто не запрещает пользоваться таким приемом. Нужно понимать, что где-то у нас будет светлее вот эти, как бы затемнение, штриховки, да, где-то будет темнее. Разные формы они могут быть, кстати, тоже. Вот, допустим, вот здесь вот у меня уже свет не так читается у этих чешуек. Он там, его меньше попадает или он так переломляется, что ли. Вот, но как-то его уже становится меньше. А теперь смотрите, что у нас самое главное. Чтобы вот силуэт самой, вот этой вот нашей шишки, чтобы он не потерялся, чтобы она в целом смотрелась шишкой. Вот так просто. И теперь смотрите, прежде чем приступать, я же уже говорила, что я не пользуюсь, да, сегодня приемом от большого к малому. Вот, немного таким сложным путем пошла. В общем, сейчас мне нужно показать, то есть она вся такая одинаковая, мне нужно показать, что где-то все-таки она темнее, как я уже сказала, да, где-то идет она у меня светлее. Ну, в общем, то, что вот я вижу ко мне вот здесь вот ближе, они прямо темные, вот эти вот у них контрастные достаточно, вот эти вот полоски света. То есть мне это нужно показать, особенно туда, к низу, это все у нас затемняется. О, видите, уже тогда чуть-чуть лучше. И тут мы можем даже некоторое так пообъединять. Вот только смотрите за силуэтом, обязательно. Вообще, силуэт это самое главное. То есть вы можете вот тут вот наделать ошибок, но если вы сделаете ошибки в силуэте, все, работаем. Уже начнет теряться, уже что-то там зрителю будет не нравиться, то есть будьте очень-очень внимательны. Тут какая темная. И вот тут. Это хотя такие световые относительные части, но мы их тоже затемняем, потому что на них падает меньше света. Ну и вообще такая у нас темненькая шишечка. Так, смотрим, где еще можно. То есть обязательно сравниваем. Обязательно смотрим на все. И вот тут вот шишка еще такая темная. То есть ее, в принципе, можно... Сложно затем перетемнить. Вот. Ну и пока, наверное, оставим. Плюс, помните, у нас же все-таки скетч. То есть ничего страшного, если... Где там что-то немножечко недопокажем. То есть вообще какая... Что такое скетчинг? Так вот, не знаю, задумывались ли вы или нет. Скетч. Это... Кстати, можно перевести вот на русский язык. Есть два варианта перевода. Зарисовка и набросок. То есть многие думают, что это одно и то же. И, в принципе, они почти правы. Дело в том, что набросок это очень быстрый рисунок с минимальной просто проработкой. Вот. А зарисовка это чуть более такой детальный. Ну, как бы, она обычно тоже быстрый достаточно рисунок. Но в ней передаются уже какие-то основные цвет тень. Тоже не супер детальный, не продолжительный. Это такой промежуточный этап между продолжительным рисунком и очень быстрым наброском. Вот. То есть что у нас здесь? Мы вот делаем скетч. То есть мы показываем какой-то основной образ с небольшим количеством объема. То есть если у нас какие-то супер где-то детали исчезнут, мы как бы ничего не потеряем. Наш рисунок все равно будет достаточно хорошим. Тут вот я смотрю, это цена уменьшения. Фух. Давно, если честно, шишки не рисовала. Если кто-то из вас тоже давно не рисовал или впервые будет рисовать шишки, не пользуйтесь тем способом, что делаю я. Честно, я уже прям чувствую, как у меня так, знаете, мозги так скрипят. Просто я смотрю на туру и вижу вот эти чешуйки. Они все одинаковые. И я начинаю путаться, где какая. То есть, а то мне всегда хорошо идти вот в одну сторону. Сейчас я здесь намечу, где у меня конец шишечки. Намечу, как он выглядит. И пойду вот от него лучше. Мне так будет легче связать. И опять-таки силуэт. Я сохраню, мне так будет легче сохранить силуэт. Вот он. Фух. Вышло. Просто еще веточка чуть-чуть торчит. Сейчас я нарисую. Вот она. И она мне просто мешала чуть-чуть воспринимать форму вот в этом вот месте. Ну, не знаю. Давайте ее пока оставим. Веточку. Может быть, она как раз здесь хорошо сядет. А шишку оставим. Кстати, вот здесь вот я смотрю на шишку сбоку, а здесь сверху. И вот сверху я вижу, вот внутренние части чешуек, они темнее, чем вот внешние здесь. Поэтому и затемнять я уже не буду так сильно. И, кстати, может, они разные. Так я потом посмотрю. Может, они вообще чуть-чуть разных соратов. Просто одна у меня, одни у меня привезены из Польши шишки, а другие я нашла у себя. Зачем весла с Польши, не знаю. Я просто думала, что у меня дома их нет. И думаю, какие классные шишки, когда я еще попаду в лес. Потом приезжая домой, оказывается, у меня лежат шишечки. Ну, ничего, у меня запасик появился. То есть, хорошо. Лишними шишки никогда не будут. Тем более, вот скоро уже Новый год. Кстати, можете написать в комментариях, что вы бы хотели, чтобы я еще нарисовала. Потому что я часто, бывает, думаю о том, что... Ломаю даже не то, что думаю. Ломаю себе голову над тем, что же бы сейчас нарисовать. Потому что бывает как-то много идей, а бывает, вот долго, знаете, приходишь к тому, что же ты хочешь. То есть, предлагайте, может быть, мне понравятся ваши идеи. Вот, с удовольствием. Или, может, даже мне как бы... Так, ушла в рисунок, поэтому мысль потеряла. Так, и тут тоже берем. Вот. Нам нужно показать, что... Видите, у меня здесь просто такая белая поверхность, я рисую на белом. И тут такой рефлекс идет. И, конечно, чуть сложновато попасть. Попасть в том, то есть, показать объемчик какой-то. Потому что оно же все чешуйками. В любом случае, наверное, здесь нужно его приглушить. Потому что тут меньше падает цвета. О, сразу, да, какой объемчик пошел. Просто правильно расставить тени. И все-таки, наверное, хочется вот эту вот веточку сделать потемнее. Просто мы можем ее... Я решила сделать совсем темной. Но она такого не является. Они, в принципе, практически одинаковые по тону. Просто нужно было, знаете, что-то вот... Ну, отделилась. Ну, вот должно быть... Должна быть разница какая-то. Что-то кто же не было бы. Ну что? Я поняла, что мы уже с вами 17 минут рисуем. И, наверное, я буду ускорять видео. Кстати, напишите в комментариях, вообще, вот вам нравится именно вот ускоренный-ускоренный? Или вы все-таки предпочитаете, чтобы все было как бы вот в режиме реального времени? То есть, без всяких там ускорений и так далее. Просто я делаю спидпейнт, потому что мне кажется, что частично... Ну, я, допустим, очень в таком быстром темпе живу, особенно в последнее время, и я люблю быстро получать какую-то информацию, без всякой там воды и так далее. И вот мне интересно... Поэтому, вернее, я и делаю спидпейнты, потому что думаю, ну, блин, люди тоже так спешат, и они, вроде бы, может быть, и хотят там что-то посмотреть. Но бывает банально нет времени, или хочется просто так расслабиться, там какой-то сериал посмотреть. Ну, то есть, причин может быть масса, или и на сериал времени нет, да, то есть... Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, вы хотели бы, чтобы было больше спидпейнта или вот комбинация, как я это делаю сейчас. Допустим, или вообще полностью в режиме реального времени. То есть, я вам буду очень-очень благодарна за ваш ответ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все-таки я поняла, что я высоковато взяла вот эти вот шишки. Ну, в принципе, зато это дало мне возможность сделать такой вот более быстрый скетч, потому что я поняла, что очень-очень сильно устала от шишек. То есть, ладно там нарисовать их там одну, две, ну, три штучки, да, то есть ничего страшного. А за раз рисовать больше, глаза очень сильно устают. То есть, если бы это была, знаете, такая разная работа, да, то есть, вначале там, как, допустим, выходишь там на пленэр, пишешь, допустим, вначале сделал рисунок, пейзажи, да, потом проложил там в свете, потом чуть-чуть в тоне. Ну, то есть, какие-то такие вещи, это одно. А здесь задача стоит одна и та же, плюс идет вот этот вот пересчет. Мне он, как бы, я начала вставать, показался скучным. Поэтому я использовала немножечко другой такой вот способ. Сразу пыталась угадать силуэт максимальный. Кстати, тоже полезное упражнение. И прокрыла тоном, ну, потому что они темные. В принципе, думаю, что можно прокрыть тоном, наверное, местами проштриховать. И веточку, потому что она, ну, как-то уж сильно, мне кажется, да, вливается в этот фон, в лист. Поэтому нужно как-то ее сюда чуть-чуть вытянуть. Вот. Ну, так, в принципе, тогда чуть-чуть она более повесомее стала. Вот. Это, конечно, лучше соединять так, чтобы, в принципе, одного стиля был скетч. Но я считаю, это, в принципе, достаточно неплохой такой вариант получился. В принципе, можно здесь еще добавить шишек. Тут вот у нас есть еще место, да. Вот здесь вот можно там на заднем плане или какие-нибудь веточки, чтобы были, допустим, там вот какие-нибудь там поводить. Ну, то есть, конечно, поставить на туру, но тоже вот как вариант по ним могут здесь быть. Потому что место еще есть, и можно даже где-то линии, то есть, посовмещать, где-то пятном порисовать. Я уверена, что тоже будет интересно. И, кстати, удивительно, но этот линер мне не понадобился. У меня так часто бывает, что я увлекаюсь, и потом думаю, да я этим все вытяну, и, в принципе, неплохо получается. Еще раз вам спасибо большое, что смотрели. Не забудьте поставить лайк, вернее, палец вверх, и подписаться на мой канал. Всем пока-пока!